Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам историю, которая касается приблизительно 100% всех вас. Это история одного моего подписчика, но я надеюсь, он не огорчится, что я ее расскажу, потому что дело довольно-таки общественное. Итак, что случилось? Представьте себе, молодой парень, который совсем юный, еще учится в школе, насколько я понял, в выпускном классе. Он выиграл какой-то конкурс государственный. Прошел городской этап, областной, в общем, ну я так понял, там областной конкурс выиграл. Там жюри еще выбирали, кому присудить. Награду он там участвовал не один, я так понял, как-то там от своей школы или от своего города. Но в итоге присудили ему. И что произошло дальше? К нему подошла учительница и говорит, эту всю премию нужно будет отдать директрисе. Ну, то есть премию как приз. Приз 30 тысяч рублей. Можете себе представить, для школьника подвалило 30 тысяч рублей. Там от мамы с папой пару тысяч допросишься, уже классно, да? А тут тридцатка, которую заработал своим умом, жюри выбирали, выбрали. Ты должен это отдать. В смысле отдать? Он говорит, прошло много, ну там много, немного, но сколько-то месяцев. То есть бюрократическая машина медленная. Наконец деньги упали на счет. Директриса, как я понял, в отпуске. Я могу там мелкие детали какие-то перепутать. Ну, примерно так все происходит. Подходит учительница, говорит, так, тебе там пришло или не пришло? Ты ж помнишь, да? Все нужно отдать. Он говорит, ой, вы знаете, а я там на маму уже потратил некоторую часть, там тысяч 10. Ну, там, семья, мама. Ну, и вообще, как бы, что-то мне это все не нравится. Она говорит, не-не-не-не, дорогой, ты не понял. Ты все это отдаешь. Ты понял меня? Тут все четко. Ты не потратил какую-то часть. А вот эту всю сумму ты должен отдать. Это давным-давно все решено и обозначено. Ты должен это отдать. И на этой стадии молодой человек обращается ко мне. Вот что мне делать? Такая вот, такая ситуация, какие-то наезды такие. Ну, как бы, деньги же там мои. С этим непоняток нет. Деньги мои. У меня их требуют, чтобы я их отдал. Типа, что это такое? Я говорю. Здесь становится интересней. Я говорю, смотри. Приходишь в районо. Говоришь, у меня нестандартная ситуация. Мне нужно обратиться с заявлением. У меня в школе нестандартная. Ну, районо. Районный отдел народного образования. Да, если кто-то не понял. Или как там это сейчас называется. Говорю, пишешь. Я такой-то ученик, такой-то школы. ФИО. Значит, как это сказать. Типа, в моем отношении, ну, как бы, в отношении меня происходит вымогательство. Денежных средств, выигранных мной на таком-то конкурсе. Учительницей, конкретно такой-то, запятая ФИО. В адрес, как бы, в пользу директрисы, конкретно такой-то, запятая ФИО. Да, фамилия, имя, отчество. Прошу разъяснить мне ситуацию и мои права. И пресечь по возможности подобные вымогательства, которые я считаю незаконными. Точка, подпись, дата там и все такое. И молодой человек такой, вау, говорит. Сразу так круто, типа, сразу заявление. Я говорю, ну да, а что? Ведь смотри, какое явление, да, ну, коррупция посреди бела дня происходит. И он говорит интересную вещь. Он говорит, а может быть, может быть. Может быть, я просто как бы отсижусь, как бы просто втихаря, как бы просто я не буду им давать деньги. Вот они как бы просят, а я не даю. А они как бы просят, а я как бы не даю. И получается, если... Ну, это же им нужнее, да, чтобы я деньги отдал. И они, получается, ну как, ну попробуют как? Доказать как-то, что это их деньги. Но это же не их деньги. Они доказать не смогут. И я как бы так отсижусь, отсижусь. И вроде как, глядишь, и беда стороной прошла. И все нормально. И я ему говорю, то есть подожди. То есть ты хочешь мне сейчас сказать, что ты мне описал явление коррупции, жесткой коррупции, которая происходит в твоей школе посреди бела дня. И ты вдруг оказывается, то есть я неправильно сначала тебя понял, а теперь я понимаю тебя правильно. То есть ты просто хочешь отсидеться, как хомячок, который там зернышки собирает, приносит в свою норку, припасает их там. И вот если твои зернышки никто не трогает, то вокруг хоть трава не расти. Или пусть оно все горит синим пламенем. Вообще по барабану. То есть как в стране организованы дела, как все происходит, вообще не волнует. Как выглядит страна, как все в ней работает, какие люди живут, не волнует. То есть вот эта учительница, вот эта директриса могут идти и вымогать деньги с других детей, с других родителей. А все будут думать так, ну вот я отсиделся, мне нормально, зачем я буду привлекать внимание? Другой думает, ну вроде бы вымогают, но немного вымогают. А ребенка, если что, в другую школу переводить. Поэтому, ну зачем, я лучше, ну немного же, я лучше заплачу и все, и моя хата с краю, как бы ничего не знаю. И вот так думает каждый. И возвращаясь к названию видео, почему я так его назвал? Потому что эта проблема касается приблизительно 100% вас. И понимаете, здесь я не хочу как-то обвинить вас и сказать, что вы плохие люди. Я считаю, что этот психологический такой или социальный, как хотите, эффект, это такая какая-то досадная оплошность, которая может быть исправлена. Это просто люди, как бы знаете, немножко не проснулись. Немножко не поняли, как можно. Приведу в пример себя. Я многократно становился поперек системы, многократно был гаечным ключом, брошенным между шестеренок. И знаете, что со мной в итоге произошло? Ничего плохого никогда. То есть я сейчас нахожусь там, где я нахожусь. И было такое, что на меня писали клевету обычные люди, граждане. И я это дело нормально, как бы все, ну бумажки там в ответ писал, какие надо. Немножко погуглил, представляете, какой напряг? Немножко погуглил и узнал, что с этим делать. Было такое, что опять же по клевете уголовный отдел несправедливо на меня наезжал и нависал. По-моему, я когда-то рассказывал это в одном из видео, но сейчас точно не скажу. Я тоже, как бы погуглив немного, я нашел нужные статьи, пришел, положил их на лопатки всех. Опять же, просто немножко погуглил. Я был и свидетелем защиты на суде и не раз, кстати. И, то есть, нет, первый раз обвинением. Ну, в общем, не важно. В разных случаях я был свидетелем и все очень классно получалось. И было такое, что должностное лицо на меня писало клевету. И мне приходилось писать на имя министра, на семь листов, там, вот такое, как бы, заявление объяснительное. И на человека было заведено уголовное дело. И никогда ничего со мной не произошло. Никогда и ничего. Знаете почему? Потому что бумажки, они сильнее, чем те люди. Госаппарат так устроен. Это я объяснил и тому подписчику, который обратился с проблемой. Госаппарат так устроен, что, первое, они очень сильно боятся бумажек. Второе, бумажки не уничтожаются. Если у человека большие связи, там, родственные, дружеские, бумажку могут придержать, не дать ей ходу. Но так заведено исторически, что для государства нужен контроль. И они могут простить какие-то грехи, могут какое-то там воровство даже замять. Там какие-то превышения должностных полномочий. Могут простить какому-то чиновнику, да, замять это все. Не поднимать муть со дна, да. Но, если он сами данные какие-то спрятал, то теряется сам контроль. Функция контроля растворяется, просто исчезает. Поэтому, если кто-то, если узнают, что кто-то уничтожил какой-то файл, бумажку, этот человек станет во всей структуре самым-самым крайним козлом отпущения. На него повесят просто все. Он будет самым страшным преступником во всем аппарате. Поэтому бумажки никогда не уничтожаются. Их придержат, но, собственно, это так и работает. По-моему, тоже когда-то объяснял, что когда пишется жалоба, человека могут так оставить, придержать, но ему скажут, понимаешь, ты теперь крайний на вылет, ты первый на вылет. В случае, как только какое-то внимание на тебя падает, все, тебя здесь сразу нет. Потому что на тебя лежит эта бумажка. То есть мы тебя сейчас как бы спасли, но ты теперь всегда крайний. Поэтому с первой жалобы человек может не вылететь, но он уже так живет весь такой, как на крючочке, понимаете? Уже ходит, ему так как бы очень не по себе. И это как бы очень важно понимать. Каждый гражданин может делать это. Каждый гражданин может построить каких-то чиновников. Ну, знаете, одно дело, когда человек, какой-то рядовой гражданин, ну, например, считает, что у него в большом городе вот глава там всей полиции, допустим, какой-то коррумпированный и вообще с бандитами связан. И как-то так пойти против него войной, это, конечно, своя такая тема отдельная. Я не предлагаю людям делать так. Но когда по мелочи в каком-то ЖЭКе сидят какие-то взяточники, где-то вот в маленьком каком-то там участковый какой-то вымогает там что-то, знаете? Ну, еще что-то, сами придумайте, да? Где-то по мелочи, вот так, школа тем более. Знаете, участковые это еще как-то там органы, силовые структуры как-то страшнее. Но школа, господи, школа! Что самое страшное может случиться с парнем? Самое страшное это ему придется поменять школу, понимаете? Поменять школу! Это в самом крайнем случае, но этого не будет. Потому что даже если директриса и учительница сохранят свои места, что под очень большим вопросом. Ну, директриса после такого директрисой точно не должна остаться. Ну, не знаю, просто из-за того, что не лично она приходила. Там учительница может отмазаться, что нет, это мне показалось, я дурная была с утра. Ну, директриса может остаться на своем месте, но это на таком крючке, на таком волоске просто, что после этого какие-то козни строить тому парню, ну, это просто самоубийство сразу. Потому что второй раз, если внимание туда обратят, это все. Это гибель карьеры навсегда, понимаете? И вы должны это понимать. И получается, ну, парень говорит, ну, не знаю, заявление, это так жестко, я не знаю, я не хочу, может быть, вот это вот отсидеться просто, да и все. А понимаете, в чем ирония? Конкурс этот государственный, в котором он выиграл, называется «Я-Гражданин». Вот такое название у конкурса. И я сказал ему, подожди, ты какой конкурс выиграл? Я-страус, засунувший голову в песок? Или как-то по-другому это называлось? То есть, понимаете, ребят, мы можем менять жизнь вокруг себя, но примерно 100% людей предпочитают отсидеться, а потом, понимаете, нам власть не такая, правительство не такое, да что ж они все такие, но подождите. Иногда, ну, знаете, жизнь часто имеет свойство быть подлой, но иногда, иногда она дает нам шанс что-то изменить, когда мы можем взять и изменить что-то. И вот он был такой шанс, а мы подумали, а зачем мы будем привлекать к себе внимание? Ну, вот зачем? Я вот отсижусь, а потом страна ужасная, надо валить из нее, понимаете? Как все, как паскудно, одни воры же вокруг сидят. Вон там у какого-то политика нашли корабль за 20 миллиардов. Так потому что твой же дядя там работает его подчиненным. И когда он мог на него настучать еще раньше, еще на заре, когда у того только росла карьера, и он воровал вовсю, то твой дядя не настучал. И твой дядя и тебя так воспитывал, что ты должен тоже молчать, а попадешь туда сам воруй. Воруй. Все так и устроено, понимаете? И получается, мы живем все время на других пальчиком тыкаем. А между тем вот есть я, я же говорю, который шел, ну, как бы не специально поперек системы, да? А просто, когда я что-то такое вижу, я это делаю. Ну вот, пример, допустим, как в Екатеринбурге, над детской площадкой, в центральном торговом центре, в самом главном, Гринвич называется, в Екатеринбурге, над детской площадкой в трех метрах висела реклама рюмка водки и бутерброд с селедкой, там типа деревенский такой бутерброд с черным хлебом. 49 рублей. Реклама над детской площадкой. И даже нет надписи, что употребление алкоголя там вредит, или там лицам не продается там до 18. Вообще без всяких. Я полез в законы, бегло на скорую руку, сразу три статьи было нарушено. Это так, навскидку. И я, получается, позвонил в комитет по защите прав потребителя, говорю, в какой орган обращаться. Мне сказали, все, что касается рекламы, это антимонопольная служба. Я туда составил заявление через сайт, приложил фотографию, там все по форме, указал статьи, там все отправил. Ну, может быть, вам не хватает времени, гуглить, там какие-то статьи узнавать. Но все равно заявление, если вы пишете, если там недостаточно данных, ну, вас потом переспросят, там, ну, позовут, попросят объяснить, там более подробно, все. И сами все равно запустят это в оборот. Но вы можете менять это вокруг себя. И люди предпочитают этого не делать. И понимаете, проблема настолько велика, что вот у меня бабушка-соседка, которая не просто она там повидала жизнь, а она родилась еще до войны, ну, уже старая женщина. И получается, вот там, где 28 панфиловцев происходила вот эта история, она там же рядом, маленьким ребенком, возле Дубосекова, там где-то жила. И получается, ну, от голода, после военного, ну, траву кушала, чтобы не умереть от голода. И пройдя вот эту всю жизненную школу, она то же самое говорит, а как же, а как же внимание на себя обратить? Нет. Как это? А вдруг? А что? А его потом задавят. Говорю, как задавят? Кого? Что? Что ему сделают? Люди, которые уже на волоске висят, уже все, они там одной ногой, они безработные. Что они ему сделают? Настроят что? Других учителей? Чтобы они его ели поедом? А учителям от этого что? Зарплата добавится? Или что? Что они должны его есть целенаправленно? Что будет? Немножечко узнают, что этот человек может всех поставить на место? Боже, ни хрена себе! Все, у него прям судьба после этого перечеркнулась. Про него знают, что он может на место кого-то поставить, каких-то должностных лиц. Нифига себе! Я бы с гордостью носил такую репутацию за собой. То есть, ребят, понимаете, все это имеет место быть. И эта история снова и снова напоминает мне вот этот отрывок. Орать о том, что власть там продажная, купленная, какая-то еще, до бесконечности можно. Вы умрете, и ваши дети будут так же орать, и их внуки ничего вообще не поменяется. Это вот гарантированно. Пока вы сами не начнете что-то менять. Все вообще, что есть в мире, это результат волевого усилия людей. Представляешь, против которого обязательно было противодействие. Когда я об этом думаю, мне хочется, чтобы люди были более сознательными. И тогда мы начнем, вы начнете каждый день где-то в стране, в разных местах, именно с нижнего уровня, в таких простеньких ситуациях, там, как я уже сказал, не идти войной сразу на начальника полиции, там, да, всего города большого, а вот так вот где-то в каких-то ЖЭКах и в каких-то школах, начав вот такое, по кирпичику, по кирпичику, мы выстроим новую страну. Понимаете? И появится правительство, которое будет знать, что народ не дремлет, что он возьмет и, если надо, он где-то и разберет по кирпичикам, а не только по строю. И мы можем поменять свою жизнь. Понимаете? Вот этого мне хочется, и я жду того дня, когда так станет. И я желаю, чтобы вы тоже увидели этот день. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok